Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-Регион». В студии Ирина Меркурий. Иван, здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Важное на первый план. Глава Анапы и депутат Иван Демченко обсудили стратегические вопросы развития курорта. Безграничные возможности. Маломобильные спортсмены Кубани приняли участие в фестивале ГТО в Анапе. Имя ей «Вторая мама» – один из лучших воспитателей Кубани раскрывает секреты профессионального успеха. Привлечь внимание федеральной власти к проблемам курорта и создать современную законодательную базу для сохранения уникальных природных и лечебных факторов Анапы. Об этом сегодня шла речь на совещании под председательством главы города-курорта Сергея Сергеева. В обсуждении важнейших для будущего нашего города вопросов принял участие депутат Государственной Думы Иван Демченко. Сегодняшний рабочий день депутата прошел в Анапе. Глава Анапы и депутат Государственной Думы большую часть рабочего дня провели совместно. За решением социальных задач города-курорта и его жителей. Стратегический вопрос будущей Всероссийской здравницы обсудили вместе с депутатами законодательного собрания, края и муниципального совета. Своё видение изложила ведущий курортолог, депутат, почётный гражданин Анапы Вера Севрюкова. Мы можем развиваться так, как мы развивались до этого. Вообще-то, то, для чего город был создан. Он был создан для здоровья, он был создан для реабилитации, он был создан для курортной медицины, которая была лучшая и есть в нашем городе, я не побоюсь этого сказать. Это что даёт городу? Это даёт городу занятость, это даёт развитие курортной и туристической отрасли, это даёт доходы в бюджет определённый, это даёт конец работы тем сопутствующим магазинам, экскурсиям и так далее, которые за счёт этого живут. Камень преткновения, по мнению депутата, в неутверждённом в 1994 году положении о федеральном курортном регионе Анапа. Актуализировать документ, утвердить и стать обязательной частью федеральных программ. Рецепт счастья для курорта. Так ли это? Развернулась дискуссия. На разработку нового нормативного акта могут уйти годы. Надо искать реальные пути. Мы сейчас должны первое, что сделать, моё убеждение, принять горно-санитарные охранные зоны. Именно для курорта Анапа. Сегодня, я знаю, что вы этого момента можете не знать, у нас первая горно-санитарная зона, где вообще запрещена какая-то деятельность, увеличивается в два раза. Будет постановление правительства, вот здесь мы первый шаг сделаем к тому, о чём говорит Вера Стефан. Нам легко будет отсечь от побережья весь негатив, то есть мы сохраним пляжи. Быть или не быть Анапе – круглогодичной здравницей. Курорт интересен людям в межсезонье. Ведущие санатории выбрали стратегию. Нужна поддержка в развитии развлекательной и туристической индустрии. Они привлекают этим и нормальными ценами в низкий сезон, где сейчас не 8, не 9 тысяч, а нормальные, по 2 тысячи, 1 600, 1 400. Нормальной ценовой политикой. Люди пользуются и говорят, нам хочется сюда приехать. Но только одного речения, как я всегда говорила, мало. Мы проводим различные вечера там и отдых, и привлекаем всё, что возможно, но нужны и другие развлекательные мероприятия. Депутат Госдумы Иван Демченко уверен, в сотрудничестве с местными властями, профессионалами санаторно-курортной отрасли и общественниками сложная задача развития курорта найдёт решение. Юристы должны отработать несение изменений, то, что хотят наши курортники, то, что хотят наши жители, которые занимаются, ну, что там скрывать. Для 90% вонопчан, наверное, это основной источник дохода. Правильно или нет? Абсолютно. Поэтому нам надо упорядочить, чтобы у нас не было конфликта между санаториями и частным сектором. Ни в коем случае. Конкретные предложения для формирования обращения в Госдуму федеральный законодатель ждёт к марту. 1 февраля начался приём заявлений от родителей будущих школьников. В образовательных учреждениях говорят, что по опыту прошлых лет первые дни самые горячие. Кто-то хочет, чтобы ребёнок оказался в определённом классе у конкретного учителя. Также открыты двери казачьих классов и групп. В первый класс возьмут всех. Набор идёт в два этапа. До 30 июня распределяют по месту прописки. Таков закон. Если места не будет хватать, то могут даже сформировать новый класс. С 1 июля принимать будут уже на свободные места. Это касается тех, у кого нет постоянной или временной регистрации в городе-курорте или кто желает устроить ребёнка в конкретную школу. Принимаются те, кто 1 сентября будет старше 6,5 лет. Родитель имеет право даже при достижении ребёнка возраста 6 лет 6 месяцев полных подумать о приёме до 8 лет. Если ребёнок не готов, родитель считает, или психологически не подготовлен, или физически, может быть, нет возможности, то с анпином и законодательством предусмотрено, что заявление о приёме в первый класс можно подать до 8 лет. Школы готовы к приёму заявлений. Родитель или другой ответственный представитель приходит с паспортом, свидетельством о рождении и справкой о месте проживания. По опыту прошлых лет, основной наплыв родителей приходится на первые дни, особенно в сельских населённых пунктах. Многие хотят, чтобы ребёнок попал к конкретному учителю. Каждый родитель высказывает своё пожелание. Если есть возможность, допустим, если есть место, мы всегда удовлетворяем родителя. Всё очень, очень субъективно. У нас все педагоги достаточно на высоком уровне, и открытые уроки дают. У нас начальная школа является краевой площадкой по русскому языку. Помимо этого, в каждой школе действуют казачьи классы или группы. Сегодня в них устраивают детей не только те, кто ассоциирует себя с казачеством. Потому что нравится единая форма, дисциплина и порядок. В этом случае нужно не просто написать заявление, но и пройти собеседование у местного атамана. В частности, основы православия здесь преподают не как культурологический, а именно как религиозный предмет. Речь идёт, во-первых, о том, что условия принятия в казачий класс – это условия традиций исторических, духовно-нравственных, военно-патриотических. Что если родители согласны в этом вопросе продолжать воспитание своего ребёнка, то согласовывают это с атаманом, и тогда уже мы вместе в сотрудничестве работаем. Родители, казачье общество, управление образованием. По прогнозам городского управления образования, в новом учебном году за порты сядут не менее 2,5 тысяч ребят в 95-и первых классах. В Роспотребнадзоре просят общественников сообщать о фактах нелегальной продажи спирта, содержащих жидкостей под видом лекарств, лосьонов и иной продукции. Запрет на продажу такого товара продлён ещё на 2 месяца. Он распространяется на жидкости с содержанием спирта выше 28%. Кроме того, лосьоны и одеколоны в процентном пересчёте должны стоить дороже самой дешёвой легальной водки, чтобы употреблять их было невыгодно. За время действия запрета сотрудники Роспотребнадзора провели три десятка проверок. Был выявлен один случай продажи сомнительных жидкостей. Заведено и направлено в суд административное дело. Обращаясь к общественности, при наличии такой информации, прошу информировать Роспотребнадзор. У нас, в принципе, рабочий телефон горячей линии 327-84 о таких фактах. Особенно мы сейчас обращаем внимание на село, конечно же, потому что по Анапе в основном уже все знают и не нарушают законодательство. А в сельской местности могут что-то продавцы ради сиюминутной выгоды, которая потом, к сожалению, может обернуться так же, как и в Иркутске. Трагедии для населения. В Анапе на базе Всероссийского детского центра смена при поддержке регионального отделения Общероссийского народного фронта состоялся фестиваль «Готов к труду и обороне» среди участников гражданского патриотического форума «Патриот России». На нем впервые нормы ГТО сдавали маломобильные граждане. Среди них и прославленный анапский спортсмен Никита Ванков. Соорганизатором мероприятия выступило Краснодарское региональное общественное объединение инвалидов «Ковчег». Участники фестиваля соревновались в гибкости, прыжках в длину, подъеме туловища лежа. Маломобильные спортсмены доказывали превосходство в метании мяча и стрельбе из положения сидя. Также прошли соревнования в смешанных командах, где участники форума и люди с ограниченными возможностями здоровья состязались в настольном теннисе, шашках и дартсе. Эта идея возникла по апробации норм ГТО, потому что мы тоже патриоты, мы тоже хотим принимать участие. Мало ли что, сейчас обстановка сложная. О том, что здесь тир появился, мы с Евгением Алексеевичем поговорили, он говорит, давайте проведем. И вот после такой идеи очень быстро в течение месяца буквально все это произошло. Анапчанин Никита Ванков, пятикратный чемпион России по жиму штанги лежа, по толканию ядра и диска, первый в мире парадайвер на этих соревнованиях пополнил свои победы первым местом в общекомандном зачете и третьем по стрельбе из пневматического оружия. Спортсмен надеется, что такие соревнования станут регулярными. Впечатления отличные, очень интересно. И когда получил приглашение для участия в таком родном фестивале, был удивлен, что нормы ГТО начали проводиться для лиц с ограниченными возможностями. Я думаю, это хороший шаг. Призеры и победители получили медали, грамоты и памятные кубки. По словам организаторов, фестиваль ГТО в смене планируется сделать ежегодным. С 8 по 10 февраля на курорте пройдет единственная в нашей стране специализированная международная туристская выставка «Анапа. Самое яркое солнце России», в котором примут участие более 200 экспонентов. На сегодняшний день свое участие в мероприятиях подтвердили представители Кипра, Греции и Италии. На ярмарке будет работать галерея вина, выставка продажи сельскохозяйственной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, стилизованный кубанский курень с товарами фермерских хозяйств «Анапы». 24 года подряд мы собираем у себя на выставке представителей туристического бизнеса, для того, чтобы они ознакомились с курортом «Анапой», с тем, что мы представляем. Кроме того, конечно, участниками выставки становятся обязательно это предприятия сопутствующего бизнеса, это и общественное питание, это и сельхозпроизводители, поставляющие свою продукцию нашим санаториям, нашим здравницам, и все, что касается обеспечения деятельности гостиниц и сферы отдыха. Также в рамках работы ярмарки пройдут презентации, круглые столы, семинары, 14-я научно-медицинская конференция, которая объединит ученых из Италии и ведущих курортологов России. Для туроператоров, многие из которых впервые примут участие в выставке, будут организованы информационные туры по объектам размещения. В Краснодаре прошел конкурс «Воспитатель года Кубани». «Анапа» на нем представила Анна Фролова, воспитатель детского сада номер 18 «Виктория». Она по итогам муниципального этапа была признана лучшей. В течение пяти дней 44 воспитателя делились своим опытом и получали новые знания в такой важной и нужной профессии, об особенностях которой в нашем следующем репортаже. Вот с таких крепких объятий начинается каждый рабочий день Анны Фроловой. Хотя рабочим она его не любит называть. Говорит, что здесь ее вторая семья, и все дети одинаково любимы. Возможно, именно такое отношение к работе ей и помогло выйти на краевой этап конкурса. В финале задания раздавались по методу жеребьевки, и выполнять их приходилось в других детских садах. В этом и заключалась основная сложность – увлечь и заинтересовать незнакомых детей. Задача была в том, чтобы раскрыть детей, чтобы предоставить им возможность самостоятельно что-то сделать, чтобы мы увидели их инициативность. Конечно, это бесценный новый опыт, новые впечатления, новые эмоции. Жюри победу присудило другому участнику, но проигравших в этом конкурсе быть не может, так как главные судьи – это, конечно, дети. Их доверие и любовь дороже всех наград, признается воспитатель. У Анны Андреевны большой педагогический опыт. Более четырех лет она проработала учителем русского языка и литературы. Позже перепрофилировалась на дошкольное образование. В саду она уже четыре года. За это время смогла завоевать расположение не только детей, но и коллег. Человек она очень организованный, очень добрый, очень ответственный. Знаю я ее как коллега только с этой стороны. Знаю, что любит очень детей. В группе у нее всегда порядок. Дети, мало того, что организованные, они еще и творчески активны. У Анны Фроловой на воспитании старшая подготовительная группа. Занятия с детьми она организовывает таким образом, чтобы затронуть все стороны развития. Это и физические игры, лингвистические упражнения, разнообразные задания на развитие мелкой моторики и усидчивости. Все дети увлечены и заняты делом. О своей второй маме говорят с теплотой. Она самая хорошая, самая добрая, самая лучшая в спитальнице мира. Хорошая, умная и красивая. Играет, она с нами занимается. Я ее очень люблю. На вопрос о том, как завоевать любовь целой детской аудитории, Анна Андреевна отвечает простыми истинами. Без добра, без теплоты к детям подходить нельзя. Они это сразу чувствуют. Главное их слышать. В общем-то, секретов никаких нет, потому что мы идем от детей. Я слышу, что они хотят. И я уже могу организовать работу так, чтобы затронуть интересы каждого из своих воспитанников. И в таком случае, при таком подходе, это не настолько сложно, как может показаться. Анна Фролова признается, что в другой профессии себя уже не представляет. Ведь работа с детьми самая благодарная. Все, что вкладываешь в них, возвращается старицей. Для меня это радость. Мне несет это спокойствие, удовлетворение. Я чувствую себя нужной, значимой. И реакцию детей вы видели. Мне она очень дорога. И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Также партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. «Анапа-Регион.ру». Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе «Анапы». Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.